Хочу сегодня поделиться словом и названием моей темы сегодня «Прибывание на лозе». Я бы хотел начать именно с Евангелия Теана, 15 глава, 4 и 5 стихи. Некоторое время назад я проповедовал, что человек, христианин, лишенный силы, он никогда не сможет принести плода. Он ограничен в том, чтобы принести плод, особенно плод для Царства Божьего. Вообще мы по своей силе весьма ограничены. Ну кому мы можем помочь по своей силе, особенно если речь идет о спасении жизни человека, об изменении. Ну как-то может быть там поддержать материально еще что-то. Да и вообще, на самом деле, наши с вами силы весьма преувеличены. Писание конкретно говорит, что без Него мы не можем делать ничего. Аминь. Им, им, понимаем мы это или не понимаем, лучше для нас было бы, чтобы мы понимали. Потому что Писание говорит, что им мы живем, движемся и существуем. Аминь. Просто кто-то доходит до этого раньше, кто-то чуть позже. Но для нас так важно, чтобы мы получали это откровение и утверждались в нем. Иисус говорит, как мы уже слышали, да, или я немножечко касался этого. Он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне, я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. И на самом деле, то есть, когда мы пребываем на лозе, это не то, чтобы что-то вообще сверхъестественное. Это как бы нормальный процесс. Мы обязательно будем приносить плод. И плод, плодовитость, а это речь не идет вообще в большей степени о нашей с вами жизни. Потому что, ну сегодня, правда, вот когда ты смотришь в Писание, я больше и больше об этом думаю, молюсь, размышляю, вижу этого в Писании. Потому что сегодня вот такое чувство, как будто бы все наоборот. Мы читаем с вами в послании к Титу, апостол Павел говорит, он напоминает ему, он говорит, что ты должен держаться вот такого правильного, здравого учения. Говорит, здравого слова, неукоризненного, говорит, неповрежденного. Но иногда, когда ты смотришь на какие-то учения, направления, такое чувство, как будто бы оно наоборот поврежденное. Вот как пастор Михаил Кашеваров когда-то у нас не так давно проповедовал, да, и сказал такую фразу. Он говорит, это классно, там, быть в потоке, быть в движении, но, говорит, не мешало бы еще иногда быть в адеквате. То есть, понимаете, и вот такое чувство, как будто в адеквате, так как роса, как раз оно мешает. Потому что из-за того, что нет вот этого правильного основания библейского, библейских основ в жизни, люди, они цепляются за различного рода ветра учения. Сегодня вот здесь, завтра вот здесь, я увлечен вот этим, я увлечен вот этим. И кто чем только не захвачен. Кто-то там вообще говорит, что если ты с Богом, если ты в Господе, то вот ты обязательно будешь богатым. Ты, знаете, вот иногда, простите меня за эти выражения, но иногда вот учения, которые притянуты, ну, напрочь за уши. То есть, вот покажите мне где, вот богатеть принципами Царства Божьего, да, чтобы в нашей жизни был мир, праведность, радость в Духе Святом, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело, чтобы мы богатели добрыми делами. Вот это я вижу. А где, чтобы мы обрастали вот богатством, богатством, богатством ради себя самого, я этого в Писании не вижу. Вы помогите мне, я тоже буду так же верить вместе с вами. Я готов, ну, просто я этого не вижу. Просто есть какие-то вещи, которые вырваны из контекста, потому что, говорит, Бог, даятель вот всякого богатства. Интересно, я вот вижу, Иисус пришел на землю, был искушаем, дьявол к нему пришел, говорит, поклонись мне, падши, я тебе, говорит, все отдам. Все, говорит, отдам. Он может дать богатство, он может дать все, что угодно. Вот богатеть атрибутами Царства Божьего он тебе не может дать. Добрыми делами богатеть. Ты что, жаба? Есть такое духовное определение. Задавит. Просто как? Невозможно. То есть, понимаете, он не может, это не в его природе, чтобы дать тебе возможность богатеть добрыми делами, натолкнуть тебя на добрые дела. Не-не. Нет. Нет, атрибуты Царства Божьего, у него их нет, как он может с тобой поделиться? Но то, что определенные вещи, поймите, даже золото, серебро, еще какие-то ценности, это то, чем мы с вами захвачены, это то, что ценность для нас. Поверьте, для духовного мира это вообще не ценность. Вообще, в принципе, для духовного мира. Не ценность. Поэтому мы с вами, мы там можем обожествлять. Сергей, интересно, да, заметил в прошлое собрание, в прошлые выходные. Говорит, интересно, иногда, говорит, мы от язычества приходим ко Христу. Но потом от Христа начинаем обращаться больше к язычеству. Конечно, мы не говорим, что мы там поклоняемся домам, машинам, отпускам, там, еще чему-то. Но как будто бы жизнь вся только вокруг этого. Мы вот тут не так давно встречались с нашим старшим пастором объединения, пастором Сергеем, общались с ним. И он так сидим, мы кушаем с ним, общаемся. Он говорит, а знаешь, из-за чего все проблемы? Вот даже там у людей, там, в отношениях, говорит, там, в церквях, говорит, вот почему люди там то встают, то падают, он говорит. В основном из-за того, что долго живем, говорит. Понимаешь, жизнь долгая, и у человека все меняется, знаете. То сегодня горю, послезавтра не горю, сегодня служу, завтра передумал. То есть, ну, понимаете, вот как-то вот так. Вот мы то сюда, то сюда, а причина... Поймите, дорогие мои, интересно, в Ефесянам, в 4 главе, в 15 стихе мы читаем с вами. Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Давайте я еще раз скажу. Божье желание, чтобы когда Он дает нам, независимо, дары, таланты, отношения, преуспевания, здоровья, можно перечислять и перечислять, чтобы мы, говорит, любовью возвращали все... А что так тихо-то? В Него. Чтобы мы возвращали в Него, Который есть глава Христос. Потому что призвание наше с вами, как верующих людей, чтобы мы в Бога богатели. Скажи вместе со мной, в Бога. Аминь. В Бога богатели. Никогда целью Христовой не было, чтобы мы с тобой обросли каким-то восполнением здесь, в этой жизни. Простите меня, дорогие, что мне приходится об этом говорить. Да, сто процентов. Бог хочет благословить тебя здесь, в этой жизни. Но цель Его, Он даровал нам жизнь вечную. Представьте, Он жизнь вечную даровал нам. Он отдал Сына Своего Единородного. Как Он с этим не дарует нам и всего? Конечно. Он заинтересован. Но Он заинтересован, чтобы мы все возвращали в Него. Чтобы мы все отдавали. И для нас очень важно, дорогие мои, чтобы мы жизнь свою строили не на каких-то своих умозаключениях, на каких-то своих откровениях. Потому что, когда вы смотрите сегодня, на чем люди строят свою жизнь, то ты можешь видеть, что даже в церкви, а может быть даже в церквях, люди в большей степени строят свою жизнь на каких-то учениях, на каких-то откровениях. И этого вообще нет в Писании. Да, мгновение надо подумать. То есть вообще нет. Это могут быть, могут звучать какие-то интересные вещи, интересные истины. Но интересно, что апостол Павел в послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, это 11 глава, он пишет, он использует такую фразу. Он говорит, я боюсь. Представьте, боюсь, говорит. Чтобы сатана, говорит, не повредил ваши умы. Представьте, чтобы он не повредил, как когда-то он искусил Еву, вот этим вот заблуждением, мучением, чтобы вы не уклонились от здравого Евангелия, чтобы вы на самом деле держались здравого Евангелия. Потому что вера, вера, она приходит от слышания. Аминь. То есть, если ты слышишь какое-то учение, которое не основано на Слове Божьем, у тебя тоже придет вера. Да, это надо осмыслить сейчас. У тебя тоже придет вера. Но вера это не будет Божья. Понимаешь, вера может быть в гороскопы, в суеверия, в какие-то там... Как предание, да? Во все, что угодно. В страхе, в новости. Все, что угодно. То есть, и придет вера, но это не вера Божья. Понимаете, но в этом-то вся и проблема. Если же мы с вами принимаем поврежденное Слово, то тогда наше здание, оно не в состоянии устоять, наше жизненное строение. Мне кажется, жизнь не для того, чтобы ее испытывать, да? Прокатит, не прокатит. То есть, как в том анекдоте, да? То есть, мне кажется, все-таки гораздо правильнее жизнь строить на верном основании. Да, чтобы мы выстраивали. Но другая сторона медали. Если наша жизнь созидается на каких-то отклонениях, на каких-то там мировоззрениях, потому что сегодня... Ну, простите уж, что использую эту фразу. Но сегодня иногда в учениях гораздо больше ленинизма, чем библеизма. Одна из вещей, которую Ленин провозглашал и утверждал, конечно, это не была его идея, но тем не менее. Человек мирило всего. И по факту сегодня чувства, они кричат гораздо больше. Обстоятельства говорят гораздо больше, нежели Слово Божье. Это, конечно, не ново, но это факт, когда мы можем с вами увидеть определенные вещи, что сегодня гуманизм, он проповедуется гораздо чаще, чем библеизм. Как можно... Ну, вот ученые, да, философы, они склоняются, что гуманизм – это одно из проявлений эгоизма. И ты реально сегодня это видишь? Ты видишь это даже в Библии, да? Как будто бы. Нет, ты не увидишь это в Библии. Ты видишь это в жизнях людей. Но в Библии этого нет. В Библии, наоборот, ты читаешь нечто другое. В Библии ты видишь Божий план, который идет через все Писание. И это не просто какой-то стих или предложение. Ты можешь увидеть. Я хочу поговорить сегодня с вами о некоторых вещах, о некоторых принципах, которые очень важны, которые вложены во все живое. Это продолжение рода. И Бытие 1, глава 21 стих. Один человек однажды сказал, если ты хочешь узнать, как оно должно быть, посмотри в начало. Давайте посмотрим с вами. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их и всякую птицу пернатую породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь». Скажите вместе со мной, плодитесь и размножайтесь. «И наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Это его принцип, который он поместил во все живое. Это его желание. Читаем чуть-чуть несколько стихов ниже. Первое Бытие, 27-28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог». На что Бог их благословил? И что Бог им сказал? «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом и над всей землей, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть мы видим с вами, что вот это желание Божье. Мы читаем с вами в 22-м стихе, он говорит, «Плодитесь и размножайтесь для всего живого, для человека». Он уже говорит шире, он говорит, «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте». Такое расширение уже идет. И ты можешь увидеть, как оно должно быть. Ну, например, мы читаем с вами в 27-м стихе. «Бог сотворил мужчину и женщину». То есть Бог не сотворил Адама и Петра, да? То есть он как бы сотворил мужчину и женщину. То есть те, которые могут производить, и это вложено Богом в жизнь человека. Поэтому здоровая семья, здоровая, не семья, где два эгоиста, а здоровая семья, она хочет иметь детей. Да? Но вы видите, гуманизм, эгоизм и т.д. и т.п. То есть оно «давай поживем для себя». Вы можете обижаться на меня сколько угодно, я проповедую вам слово. То есть я, когда я буду говорить свои мысли, я вас сразу предупрежу. Когда я говорю о слове, я вам в том числе скажу. Вот понимаете, он говорит «умножаться». Умножаться, ну вот это уже мое мнение. Я, конечно, могу его обосновать Писанием, но это вот умножаться, это, ну как минимум, трое в семье. Три ребенка. Это не из-за того, что у меня трое. Я не об этом. Ну просто, ну, нам, я бы, я хотел-то больше, жена-свидетель. Но вот как-то у нас так получилось, нам вообще казалось, что мы будем всю жизнь беременны. Ну как-то нет. То есть вот троих. Но трое, это должно, это, ну, я считаю, что каждый как минимум должен этого желать. Почему? Потому что, ну вот папа, вот мама. То есть вот одного ребенка они родили, как бы это замена папе, вот еще одного родили, замена маме. А где умножение? Это хоть прибавление, хоть еще одного, да? Ну, а это как бы отдельная тема. Мы сейчас, да, те, которые постарше, теперь начинают теребить сразу тех, которых помладше. Оставьте их в покое. То есть, ну, как бы, все все слышат. То есть, нормально все. Но посмотрите, что происходит. Вы видите сегодня вот это проникновение? Я во главе всего, я мирила всего. Даже молодые люди, даже в церкви, они женятся. Давай поживем для себя. Откуда это взялось? То есть, как бы, ну, а это чистой воды, это проникновение не библиизма, гуманизма в его проявлении, ленинизма, простите, марксизма и так далее. Ну, вообще, по факту, то есть, это не ново, не Ленин эту идею, там, не Маркс, то есть, это вообще когда-то еще в пятом веке, по крайней мере, задокументировано. Неким протогором, философом, то есть, он еще тогда об этом говорил, что вот человек мирила всего, и, в принципе-то, все для наслаждения, enjoy. То есть, понимаете, но и когда вы видите, то есть, это везде, оно проникает, но цель моя вообще, я сегодня не буду проповедовать о семье, я хочу проповедовать о других принципах, я хочу, чтобы мы проследили с вами красную линию, посмотрели. То есть, это его желание. И смотрите, что во второй главе, в Бытие, 2 глава, 24 стих, Бог говорит, «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть, будут двое, одна плоть». То есть, прилепится, вот почему, то есть, это закон, закон, как бы тяжело вам не было, родители, слышать, лучшее, что вы можете сделать для своих детей, особенно, когда они женятся и выходят замуж, отпустите их с миром. Отпустите, просто благословите, отпустите, не учите их жить, лучше помогите материально. То есть, не надо их учить жить, не надо их учить своим принципам, они как-то разберутся в своей жизни. То есть, понимаете, как бы мне не было печально, когда, но наши двое, вот они и женились, я говорю, лучшее, что вы можете, делать это, вот все, прилепитесь, до свидания. То есть, ну как бы, ну а что? Надо смотреть правде в глаза, то есть, кто-то может сказать, ну тебе легко, у тебя сыновья, я не знаю, легко или не легко, Бог дает каждому свою ответственность. Я, понятно, я и с сыновьями-то наплакался, с дочерьми вообще не знаю, как бы это, поэтому, наверное, Господь мне и не давал дочерей, но как-то у каждого своя уже ответственность. Но отлепиться мы видим независимо. Мальчик, девочка, отлепиться они должны, да, независимо от этого. То есть, и смотрите, что, то есть, другими словами, если есть любовь, если есть отношения, то обязательно будет, будет плод, плод любви. Да? И обычно как в жизни происходит? То есть, если семейная пара, они какое-то время не имеют детей, то они начинают беспокоиться, да? Если это здравая, не семья эгоистов, я сейчас говорю, а здравая семья, они начинают беспокоиться, что такое. То есть, почему? Потому что это нормальное Божье влечение, которое вложено в человека. Имеет детей. Нормальное влечение. И он хочет, он начинает, человек обращаться, чтобы за него помолились. Он обращает, он начинает узнавать, там, не знаю, питание, не питание, какие-то лечения, вплоть до операции. Люди готовы на все, да? То есть, если это здоровая семья, здоровые отношения, они готовы на все, но только, чтобы в их жизни появился плод. Интересно, что, когда мы с вами смотрим дальше, уже в Новый Завет, мы читаем с вами, «Почему оставить человек отца своего и мать?» Это Ефесянам 5, 31 и 32. «И прилепится к жене своей». И мы читаем фактически с вами один и тот же стих. Он говорит, «И будут двое, одна плоть». Но ниже он говорит, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Что происходит? Происходит, если в моей жизни все правильно. Если я привит правильно, правильная лазия, потому что, ну сегодня, если мы уж касаемся всех этих вещей, сегодня гораздо популярнее проповедовать, главное, ты Христос. Простите меня, дорогие мы. это не библейское послание. Потому что библейское послание, он говорит, что он предал себя за церковь свою. И церковь куплена дорогою ценою. Церковь. Аминь. И он вернется не просто за личностью, он вернется за невестою своею, за церковью, готовя ее. Если в жизни человека все правильно, если он прилеплен ко Христу посредством церкви, как один из отцов церкви, он когда-то сказал, если тебе, говорит, церковь не мать, тогда, говорит, и Бог не отец. Понимаешь? То есть почему? Потому что если в твоей жизни все правильно, и ты прилеплен ко Христу, у тебя это будет нормально, это будет естественно, это будет органически. Ты будешь иметь плоды. Аминь. Аминь. Тогда ты будешь возвращать все в Него. Потому что сегодня вы на самом деле можете видеть, Бог на самом деле поднимает людей, Бог исцеляет, Бог благословляет людей бизнесом, но гораздо чаще люди получают только свою часть и на этом останавливаются. Но если в жизни человека все правильно, послушайте, Бог от этого не оскудеет, церковь от этого не оскудеет, за это переживать не надо. проблема в том, что человек упускает свой шанс. Почему? Потому что если в его жизни все правильно, он в любом случае так же, как и в семье, будет приносить плод. И это то же самое, если в его жизни что-то не так, и он видит, ну, как-то, ну, сложно ему. Он будет подходить, просить там к пастору домашней группы, к человеку, да, к служителям кому-то, помолитесь за меня, помогите мне. Я хочу быть плодовитым, я хочу приносить плод, я не хочу, чтобы в моей жизни господствовал гораздо больше гуманизм, там, то, о чем учил там протагор, я хочу, чтобы в моей жизни больше господствовало Писание, то, что я вижу, потому что если я на самом деле живу его принципами, то тогда в моей жизни будет плод. Потому что, ну, правда, вот посмотрите сегодня так много всего, ну, возьмите сегодня популярное учение, что евангелисты это те, которые призваны проповедовать на улицах, приводить людей ко спасению. Вот покажите мне, где это в Библии написано. Вот покажите мне, вот я с вами тоже буду в это верить. Ну, нет же этого. Я вижу, что вообще проповедовать Христа это желание Божье для каждого. Да или нет? для каждого из нас. И когда мы живем на его слове, на живом слове, когда это слово реально не поврежденное, тогда и мы можем жить здравой жизнью в Боге. И людям, которые рядом с нами, мы можем в том числе им помочь. Почему? Потому что это и есть его благословение, вот, потому что его желание, чтобы мы не просто с тобой были напоены от престола милости и благодати, но его желание, чтобы реки воды живой потекли через нас. Но это же так? Если я проповедую какие-то свои умозаключения, ну, скажите мне об этом. Но я просто хочу, чтобы мы на самом деле смотрели в Писание, как оно должно быть. Потому что это то, что поможет нам прожить жизнь в победе, принести плод. Потому что, ну, очень часто в жизнях людей они строят свою жизнь, но если основание неверное, то строение рано или поздно оно потерпит урон. Можно над этим смеяться, можно испытывать это, но мне кажется, жизнь не для испытаний. Да? Мы видим, что Иисус поворачивается в Евангелие от Марка в 16 главе 15 стихе. И Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И в скобках написано евангелистом. Да? Пастырям. А кому? А кому? Почему? Потому что умножение, рост церкви, произведение плода. Вот мы, мы, ну, у нас три сына, и вот из-за того, что старшие близнецы двое родов было, да, я вот присутствовал на родах. И, конечно же, это, это боль, да? Но этого не должно так быть. Мы видим, согласно Писанию, это как, как результат грехопадения. Но вообще мы с тобой не видим, чтобы яблоня через боль приносила плод, чтобы лоза через боль приносила виноград. Нет. Это естественно. Почему? Если ты привит, то сок есть, есть обновление, и мы приносим плод. Аминь. Это, это естественно, то есть, понимаешь, это нормальное явление, и тогда мы ищем, а что нужно для этого? Тогда мы на самом деле хотим, может быть, научиться этому, может быть, развиться, может быть, убрать какие-то вещи, которые мешают. И знаете, проповедовать-то на самом деле это несложно. Это еще не самое сложное. Сложнее научить. Потому что в Евангелии от Матфея в 28 главе 18 стихе Иисус говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. То есть, производить учеников, расти как церковь, помогать кому-то принимать Христа в свою жизнь, это естественное умножение. Естественное желание. Понимаешь, это то же самое, как я приводил пример в семье. Если в семье чего-то, ну, если в семье они не могут забеременеть, да, то они как-то, они начинают молиться, они начинают решение вопроса, но из-за того, что сегодня мир, он гораздо больше проникает в церковь, даже чем Писание в нашу голову, нам гораздо проще найти объяснение. Это, видать, не мое, это, видать, не для меня, это для кого-то другого, еще что-то, да, то есть, меня этого не касается. И тогда, конечно, тогда сложнее, но если мы начинаем искать, а что мешает мне, что мне мешает принести плод, вот, это Божье повеление еще изначально, вот он сказал, если ты привязан, если ты на лозе, у тебя не то, чтобы будут проблемы принести плод, ты сможешь принести много плода, Аминь. Я помню одного брата, одного пастора, они поженились год, второй год, третий год, у них детей нет, четвертый год, они начинают переживать, что такое, они начинают ходить там по врачам, еще что-то. А помните те махровые времена, когда люди вот здесь носили телефоны, вот здесь телефон, здесь, то есть, они так вот раскладушкой раскладывались, помнишь, достаешь такой раскладушкой, почти компьютер на руках. И однажды он вот в рамках обследования заходит к одному доктору, и доктор у него видит телефон здесь. Он говорит, ты, говорит, реально детей хочешь? Он говорит, ну да. Он говорит, а ты что носишь-то телефон здесь, это же, говорит, прямое облучение, какие дети? Он говорит, что, серьезно что ли? Результат, ребят, чтоб вас долго не мучить, пятеро. То есть, просто, просто, теле... Знаете, я думаю, а может быть, у нас тоже телефоном облучило все мозги? вся жизнь в телефоне. Мы все следим за кем-то, комментируем кому-то чего-то там. Что все, ну, ребят, это отступление от темы, братья, сестры, дорогие. Сегодня так много людей наблюдают за чьей-то жизнью, комментируют, говорят, что правильно, что неправильно. Я хочу просто, чтобы вы обратили внимание, у каждого из нас 24 часа в сутках. У каждого из нас есть определенный бак, потенциал эмоциональной, физической энергии. Понимаете? То есть, вы не безграничны. Помните же об этом? Все нормально? У каждого из нас есть определенный бак внутри. То есть, если ты его раскидываешь куда-то в другую сторону по пустякам, то вот как раз на твои вещи, которые тебе необходимы, в чем тебе нужно развиваться, в чем тебе нужно расти, где тебе нужно служить, у тебя не хватит. Потому что ты постоянно будешь наблюдать за кем-то. То есть, это нормальное явление, понимаете? И я думаю, ну может быть правда, может быть в нашей ситуации то же самое, когда нам уже облучило все. то есть, голова уже, то есть, она забита всякими учениями, всякими. Нам Библию читать некогда, нам поразмышлять над словом некогда, помолиться словом, понимаешь? Но когда мы видим, тогда это слово, оно будет производить плод, тогда вера, вера, она будет именно вера Божья. Помните, что сказал Иисус? Имейте веру Божью. Тогда вера, она будет вера Божья. Тогда мы сможем молиться за Божьи принципы, за Божьи желания, за Божьи намерения. Тогда мы будем бороться именно за слово Божье, а не за какие-то свои мировоззрения. Аминь. И вот я хотел бы подытожить и молиться вместе с вами за вас. Иисус говорит, «Я есть влаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это нормально, это естественно. Может быть, какие-то вещи просто мешают, может быть, какие-то вещи нужно просто заглянуть в основание, но это естественно. то есть он говорит, если вы привиты, это нормально, чтобы мы с тобой могли не только в физическом плане, когда муж, женой, они любят друг друга. И это как плод, плод их любви, это нормальное явление. То же самое в духовном плане, когда мы любим Господа, и когда мы прилеплены к Нему, это нормально. мы приносим плод, не просто в себя богатеем, но мы богатеем в Него. Мы развиваемся в Нем. Мы не растем и развиваемся в эгоизме. Мы богатеем добрыми делами в Бога. Аминь. Аллелуя. Господи, я молюсь за каждого дорогого человека, за каждого Твое дитя, кто находится здесь, в этом зале. Я прошу Тебя, Господи, чтобы не было никакого осуждения. Если где-то мы вспоминаем себя в каких-то ситуациях, в каких-то обстоятельствах, где мы могли послужить, где это точно был Твой стук, Твое время, Божий, пусть не будет никакого осуждения, но чтобы мы были теми людьми, которые растут в Твоем Слове, развиваются, созидают свою жизнь именно на Твоем Слове, чтобы вот это откровение, оно наполняло нас, что если Твой поток, он течет от престола милости и благости, он должен касаться жизни людей через нас. Ты даешь нам дары и таланты, чтобы мы могли служить для Тебя, богатеть в Тебя, чтобы мы могли умножаться, иметь учеников, чтобы мы могли помогать людям возрастать. благослови каждого из нас в этой мудрости Божьей, чтобы мы были представителями Твоего Царства в каждом дне, просто достигая людей для Тебя и для Твоего Царства, распространяя Твое благоухание в жизни людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ да скажет Аминь. Аминь.